все-таки возвращается к нашей теме что такое тема электричества в принципе давайте вернемся на сто лет назад так вот сто лет назад электричества не было свое время владимир лишь ленин давайте электрофицировать россию в смысле советский союз это сделали естественно но не везде и всюду было это дивное электричество давайте вернемся еще чуть-чуть менее процедура примерно лет наверное ну ориентировочно 70 лет назад 70 лет назад в их холодильников то и не был клево было да и все-таки и все-таки есть товарищи которые пока еще не подключены к электричеству но давайте определимся с кем мы будем дружить и кто нам позволит использовать это дивное электричество слово том что сегодня и сейчас вам даже в некотором смысле нет необходимости это все дело подзаряжать от проводов потому что везде есть лампочки лампочки которые питаются от светодиодов что-то немножко поменялось да естественно вопрос где мы все это делать биро брать будем естественно говорит о том что мы приедем на вокзальную 5 на вокзальную 5 заходим в электросилу и берем то что нам нужно пока я вот думаю то бишь вот это все вот это все вот это все вот это 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 вот все и это все и это все что такое это лампочки лампочки на светодиодах лампочки на светодиодах которые вы можете либо зарядить его использовать замечательное удовольствие от нашей дивной жизни просто меня интересует вопрос в свое время была такая девушка она до сих пор есть грета тундрек она всю жизнь говорила переходите на возобновляемые источники электроэнергии и то есть возобновляемые источники электроэнергии вы просто спокойненько дома поставили вот таких несколько штучек но в принципе достаточно и двух то есть очень серьезная лампочка которая заряжается и от солнца нашего любимого а солнце наше любимое что такое это бесконечный источник энергии он настолько крутой и навороченный что ничего рядышком подходящего пока на территории планеты земля не будет ну некоторое количество лет представляете какой это источник энергии который нам дает жизнь без него мы бы не жили в природе своей и мы его используем просто заряжает все остальные батарейки которые здесь есть да некоторые варианты тоже есть но определимся с чем с мы умеем это делать то без даже если мы дома что-то подзарядили и спокойненько приезжаем здесь стоят очень хорошие аккумуляторы они вот так светит а могут еще вот так светить то есть спокойненько поставили туда же поворотное зеркальце есть понимаете то есть даже прыгать никуда не надо и вы живете и в принципе зарядив все это дело дома или в машине вы спокойненько перемещаетесь и давайте определимся что бывают такие штучки до без электричества но без электричества благодаря электросиле вы не останетесь потому что вам здесь дает удовольствие которым вы можете спокойненько пользоваться сейчас мы немного объясним пункт 1 батареи уже не те мы не в курсе но даже литий полимеры уже не топ раскрутка идет мама не горюй даже гелиевые вы можете бросать и ничего не случится в принципе солнечные панели это то что нужно даже можно зарядить от аккумулятора в машине и это не на день-два я катаюсь слушаю музыку иногда включая свет и заряжаю раз в месяц как она а вот так не так уж скоро поменяются обычные батарейки на новые мало того можно ставить аккумуляторы и не думать вот эта работа к слову такая работа есть и в городе на комсомольской 17 второе подразделение электросилы чтобы это было более даже интересно обратите внимание левая часть куда от меня левая для вас может правая часть кадров видите такие штучки интересные до светильники так вот эти светильники сделаны используя опять же наши любимые замечательное солнце то есть днем они хорошо заряжаются естественно а вечером они освещают то пространство на которой они должны вам продемонстрировать к слову о том что у них есть даже внутренний датчик то есть в принципе ваш дом может быть и внезапно отключено лет электричество и тогда фулиганы решат а давайте мы сейчас что-то заберем но как только они подходят сразу же срабатывают датчики и они уже засветились клевая ситуация да к слову о том вы даже не думайте что это какие-то космические это не стоит никаких космических денег вот 650 рублей до 450 рублей это не деньги они будут уложить всегда да дорогие мои вот так вы используя электросилу которая располагается на комсомольской 17 можете изумительным образом сделать так что ваше жилище будет в должном образе зацементировано и больше на никто не полезет мы уже сегодня должны говорить о том что по сути события мы перемещаемся на машинах это раньше можно было пешком куда-то ходить а когда ваша машина едет это вообще-то интересно да то есть вы можете залазить туда куда нормально человек залезет в принципе может прийти но это будет через некоторое количество времени естественно так вот пока вы едете на своей машине да вам уже потом не нужно напрягать аккумулятор зачем вы спокойненько вставили в розеточку и вам это все дело сгрядилось опаньки а потом уже спокойненько живете и получаете идеальное удовольствие когда у вас в вашей палатке но если это даже не палатка если это все-таки кемпер то есть вы спокойненько не напрягаете электрические батареи свои зачем они пускай работают когда вам нужно спокойненько сделали удовольствие и все мало того сегодня мы не будем говорить но так оно и есть здесь к слову о том что не надо таскать большие баллоны с газом потому что небольшой такой который здесь я тогда и же и купил газовый баллон он до сих пор не кончится я очень много с ним сделал и буду еще делать и в принципе я бы на нем спокойненько могу много чего приготовить то и при всем при этом давайте определимся с ценой вопрос цена вопроса в некотором смысле она даже практически ну стоимостью как колбаса примерно 250 300 рублей это деньги или не деньги ставите такую штуку и это удовольствие это не просто удовольствие это качество жизни немножко другое то есть даже не будем думать что электричество в том смысле вам необходимо потому что все что сделано электричество используя светодиодные проекторы есть здесь и все это стоит 10 копейки в принципе она стала ясно бегать куда-то нужно ли было бы если здесь есть все все от и до слово о том что вы здесь можете все поставить используя альтернативные источники энергии наше любимое солнце мало того в случае чего вы даже можете использовать то что вам дает природа газовые баллончики здесь также есть другой вариант мы сейчас поговорили о вашей охраняемой территории который также использует свет все заряжается от электричества а потом при необходимости она включается и человек который решил посмотреть или что-нибудь стебрить уже понял что его уже увидели и может быть сделали фото да дорогие мы мы не будем говорить что без электричества мы не смогли бы жить потому что у нас есть электросила второе из подразделений которые располагаются на улице комсомольской 17 потому что это лучшая часть работы которая вам дается и дается по вполне адекватной грамотной и нормальной цене